ну вот вторую часть запишем немножко сейчас по быстренькому тут маленькое продолжение дополнение будет вот такие книжечки это тоже очень полезные вещи о долларах и евро о разных других валютах степени их ней защиты и так далее также бывает банковская информация литература именно банков о своих деньгах монетах банкнотах и так далее потому что банковскую информацию ну вытащить из банка очень сложно то есть она редко где продается это делают сугубо внутренние внутренняя информация для кассиров и так далее бывает банк выпускает вот такие вещи вот например национальный банк украины выпустил вот такой какой-то каталог здесь даже диск его еще не вставлял не смотрел никуда кстати я здесь нашел такие вещи интересные у меня тут листы завалялись пятнадцатый год 10 и 5 гривен приятная находка вот такой вот просто почитать а еще у меня здесь завалялась такая штучка я просто фанат банкнот похожих на доллары я собираю банкноты похожи на доллары и вот видимо когда-то купил но вот сейчас благодаря этому видео я их нашел я отдам человеку их на реставрацию не приведет в порядок и положу в коллекцию просто тоже почитать вот банковскую литературу иногда очень приятно что-то новое там можно узнать вот такие вещи тоже банкноты и монеты федеральной резервной системы тоже прикупил справочник это тоже выпущена внутренняя литература для кассиров то есть о банкнотах сша как не почитать такую вещь даже реально интересно и того стоит то есть даже вот монеты здесь есть с их ним описанием каким-то размерами там и так далее просто ну вот специально ковырять такую информацию в интернете немножко сложно а вот увидеть это и почитать в книге гораздо приятнее первых зрению полезно вот по евро то же самое интересно ну и вот допустим книжка мне дали почитать правда вот вторая мировая война монеты это короче значит здесь такая как бы энциклопедия то есть монеты посвященные второй мировой войне просто вот страны мира я не знаю кто-то за автор в общем разные страны мира выпускали монеты посвященные этим событиям и в этом каталоге описано каждое событие на монете то есть чему оно посвящено там это событие ну просто интересно вообще это кто-то собрал такую огромную информацию то есть все монеты мира связанные именно с вот с этим ужасающим событием но описано все в книге прикольно в общем итог моего видео такой чем больше у вас будет информации чем больше вы будете знать о монетах тем проще и легче вам будет инвестировать и зарабатывать на этом потому что во первых в каталоге можно увидеть рост цены за определенный период то есть рост цен он всегда очень важен но для того чтобы определить насколько важно монета необходимо разбираться в таких вещах как какая монета скажем так выстрелит вот например сейчас в украине в тренде ходячка вот реально ходячка это самый вообще тренд то есть монеты ходовые это те которые можно на сдачу получить вот на них можно сейчас реально больше всего заработать именно на ходячки юбилейная отходит на второй план во первых в этом году банк вычину отчеканил их целую гору этих монет а вот ходячки и и никто не чеканил практически там две монеты сделали в этом году ну четыре монеты хорошо там 10 копеек 50 копеек 1 гривна и 2 гривны следующем году может быть чуть больше сделать неизвестно но смысл в том что сейчас в тренде ходячка это то что приходит бесплатно это с чего можно заработать максимальные деньги скажем так максимальный доход сейчас идет именно с ходячки поэтому самое сейчас крутое время для инвестиций в ходовые монеты но юбилейные монеты их нельзя тоже упускать из виду надо обязательно обращать на них внимание покупать полнять себе коллекции и зарабатывать на этом но нужно знать какие брать в каком количестве брать для себя создавать таблицу необходимо все это фиксировать проверять через аукционы то есть допустим каталог он дает все равно условную цену допустим здесь написано тысячи вот тысячи семьсот пятьдесят гривен цена набора раз в интернет залезли сравнили вот здесь например написано три тысячи раз в интернет залезли сравнили и вот так по каждой позиции проводите анализ выписываете себе например я готов там там выделяете сумму 10 тысяч гривен на 10 тысяч гривен я готов там допустим купить определенных монет необходимо сделать планирование то есть доходность монет каких монет необходимо взять в каком количестве чтобы больше заработать это можно такой анализ сделать только при наличии каталогов я не хочу рассказывать какие монеты на каких монетах можно больше всего заработать но я вам просто рассказал сейчас тренд то есть тренд это ходячка это сейчас выгоднее всего именно инвестировать в ходовые монеты но юбилейные выпускать нельзя на них тоже можно заработать но доходность немножко будет ниже чем на ходячки то есть допустим 1 гривна может уйти за 1300 гривен это 95 год или 1 гривна может уйти за 140 гривен это 96 год или 1 гривна может уйти за 10 гривен но вот и посчитайте процентное соотношение то есть из чего получилось столько-то или 1 копейка может уйти за 3 гривны 3 гривны с 1 копейки вход вообще микроскопический а выход какой а это одна штучка а если взять их 2000 штук опа сколько уже денег плюса новость понимаете да ну в общем мой посыл в этом видео состоящих из двух частей заключается в том что необходимо покупать как можно больше каталогов не проходить мимо собирать их складывать читать изучать сравнивать постоянно быть в движении в плане информации потому что информация это залог успеха на ютубе я могу сейчас рассказать что завтра например там какая-нибудь вот эта вот монета это просто золотое дно их скупают все китайцы и больше не будет нигде и никогда их решили уничтожить поэтому цена этой монеты будет просто космолет вы сможете купить себе виллу австралии и все побегут покупать ту или иную фигню которую я там рассказал но я этого не делаю я просто вам советую вот на что обращать внимание не на то что дядя сказал видео а проверять через книги потому что в книгах есть тираж также есть приложение всевозможные связанные с коллекционированием банкнот и монет и в этих приложениях тоже существуют тиражи много разных описаний и так далее также нбу даже национальный банк украины выложил приложение в котором тоже есть тиражи разных монет начиная от ходовых заканчивая юбилейными плюс на сайте нбу все можно тоже смотреть но книга все равно вещь незаменимая она больше дает сознанию восприятия увиденного чем любой интернет в общем всем рассказал все что думал об этом делайте выводы подписывайтесь на канал дальше будет много еще интересного чего-нибудь расскажу ну буду как бы рассказывать уже конкретно том по странам разным и по определенным монетам которые допустим я увидел что вот буду так выборочно скажем так вот допустим выберу какую-то монету и скажу вот эта монета будет дорожать и примерный процент ее роста вот такие вот буду делать вам подсказки может вам будет это интересно всем удачи подписывайтесь на канал надеюсь вам было не скучно может быть даже интересно пока а 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 Охренительный жетон медали Субтитры создавал DimaTorzok